МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несостоявшаяся ревакцинация в прививочном пункте Владимира, двойка владимирским коммунальщикам и татуировка в виде QR-кода. Здравствуйте! В эфире новости на 6-м канале. С вами Григорий Кошкин. А микрон спровоцирует новую волну коронавируса. Медики уже в этом не сомневаются. Смертности от нового штамма меньше, но заболеваемость выше. В связи с этим нужно наращивать вакцинирование, сказал Владимир Путин на заседании правительства. По словам президента, нужно подготовиться к возможным ударам вируса на новом витке. А теперь о заболеваемости в нашей области за последние сутки. Во Владимирской области за сутки выявлено 145 зараженных коронавирусом, на 4 больше, чем накануне. С окончанием рождественских каникул суточный прирост заболевших вновь идет в гору. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания в нашем регионе теперь 83 376. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир. 40 заболевших за сутки. Вчера прибавка составляла 45. Всего с начала пандемии в областном центре 19 625 зараженных. Летальных исходов 7 на 1 больше, чем накануне. Общее количество погибших от новой заразы уже 2981. И число выздоровевших почти месяц превышает число заболевших. Сегодня 307 против 145. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 75 079. Есть ли в области спутник Лайт? Владимирец решил ревакцинироваться в одном из самых крупных прививочных пунктов города Драмтеатра. Привиться хотел именно Лайтом, однако с первого раза ревакцинироваться не удалось. Почему, расскажем далее. Хотел ревакцинироваться Лайтом, но в Драмтеатре не вышло. Житель Владимира Павел обратился в самый крупный прививочный пункт города, развернутый не в медучреждении. Однако желаемого не добился. Мне сообщили, что у них спутника Лайт нет. Причем его нет во всем городе. И мне кажется, что это выглядит очень странно. Буду ждать, отслеживать. Возможно, буду звонить по разным поликлиникам. Возможно, где-то привезут очередную поставку спутника Лайт. По миру сейчас распространяется новый штамм коронавируса «Омикрон». Ученые отмечают, что он очень заразный. Известно, что в нашей стране уже выявлено более 690 случаев инфицирования. Как сообщает Минздрав, вакцинация эффективна и в отношении нового «Омикрон» штамма. В рамках исследований, проводимых в Италии совместно с Институтом Сполансани, вирус, нейтрализующий активность сыворотки у людей, привитых спутником ВИ, и получивших через 6 месяцев ревакцинацию спутником Лайт, достаточно высока для надежной защиты человека от тяжелого течения заболевания. Так неужели во Владимире закончился спутник Лайт? Как выяснилось, нет. В драмтеатре он, может, и закончился, но там уж не медработник, не имел права говорить за весь город. Павел сообщил нам, что после первого же звонка в поликлинику его записали на ревакцинацию. Успешно прошел ревакцинацию на Камане, на этой городской больнице, без очередей. Все штатно, все вакцины были в наличии. Информацию подтвердили нам и в департаменте здравоохранения. Спутник Лайт в городе есть. В регион как раз завезли 33 500 доз этой вакцины. Сейчас ее распределяют по учреждениям и привилочным пунктам. В драмтеатр завезут тоже. Так что, если решили привиться, проблем возникнуть не должно. Во Владимирской области за день произошло два ДТП с участием общественного транспорта. Около 11 утра недалеко от Гусь-Хрустального рейсовый автобус с пятью пассажирами столкнулся с легковушкой. По предварительным данным областной полиции, автобусу не уступили дорогу. В столкновении никто не пострадал. За два часа до этой аварии в Суздальском районе у поворота на Мюд рейсовый автобус-пасс столкнулся с легковым автомобилем. На этот раз без пострадавших не обошлось. Во Владимирской области рейсовый автобус попал в ДТП и вылетел в Кювет. Авария произошла на федеральной трассе Золотой кольцо в Суздальском районе. Около 9 утра 12 января у поворота на поселок Мюд рейсовый пасс, следовавший по маршруту Владимир-Суздаль, столкнулся с легковым автомобилем. Друзья, дорога на Суздаль, на Мюд, автобус с пассажирами улетел. Ой-ой-ой, какая жесткая ситуация. Я думаю, что это не очень. По предварительной информации, водитель автобуса Паза с 1973 года рождения, двигаясь со стороны города Владимира в сторону города Суздаль, совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Форд. После чего автобус запустил съезд в Кювет. Как уточняют в ГИБДД области, 43-летний водитель Форд Фьюжн допустил выезд на встречку, где врезался в автобус. В Пазике ехали трое пассажиров, они не пострадали. Серьезные повреждения получила легковушка, ее водитель доставлен с травмами в больницу. Тротуар утопает в снегу, и это через три дня после снегопада. Какую оценку жители проспекта строителей поставили коммунальным службам города? Расскажет Алексей Домнин. Вместо тротуара – медвежья тропа. Этими словами нашу съемочную группу встретила Валентина Георгиевна. Жительница Владимира жалуется на ужасное состояние тротуара между остановками Маренко и улица Красноармейская на проспекте строителей. Снег здесь практически не убирают. За более чем 60 лет жизни бывшая учительница видит подобное в этом районе. Впервые. Два. Два. За оценку улицы по проспекту строителей от Факела до Красноармейской я ставлю два. Я вообще в школе всю жизнь проработала. Оценки умею ставить. По словам пенсионерки, не убирается не только тротуар. В снегу и переходы между проспектом строителей и его дублером. Чтобы перебраться с одной стороны дороги на другую, необходимо быть спортсменом, ну или работать в цирке акробатом. Для того, чтобы пройти с дублера проспекта строителей на сам проспект строителей, необходимо обладать определенными навыками эквилибристики. Даже мне на своих двух достаточно трудно здесь ходить. Что уж говорить о мамах, которые перевозят своих детей в колясках. Проходящие мимо люди также в шоке от городских коммунальных служб. Говорят, здесь и раньше плохо убирали. Но этот год бьет все рекорды по равнодушию к прохожим. В прошлых годах было гораздо лучше. В прошлые годы. Хотелось бы, конечно же, лучше. Вообще в этом году очень плохо с этой уборкой. И вообще вот эта дорожка, где вот мы сейчас стоим, проспект строителей, вообще не чистит ничего. Вообще. Валентина Георгиевна говорит, в этом году уборка тротуара на проспекте строителей проводилась всего раз. Пенсионерка пыталась дозвониться до городских служб. Но на той стороне телефонного провода трубку так никто и не взял. Видимо, все очень заняты. Правда, чем, непонятно, говорит Валентина Жигалова. Пыталась вот, чтобы кто занимается уборкой улиц, дозвониться. Нет, по двум номерам дозвониться было невозможно. Они там скидывают, отключаются, номер занят и все прочее. Слова Валентины Жигаловой мы решили проверить. И действительно, по одному из номеров трубку так никто и не взял. А другой номер городской службы по уборке дорог и вовсе не обслуживается. Так почему городские коммунальные службы по-прежнему в шоке от снегопада, который был три дня назад? И когда тротуар на проспекте строителей наконец-то будет расчищен? Эти вопросы мы решили адресовать городским чиновникам. Но и в мэрии на наш звонок никто не ответил. Пришлось писать официальный запрос в пресс-службу городской администрации по поводу уборки снега на тротуаре проспекта строителей, который, на минуточку, самый что ни на есть центральный в Октябрьском районе. Но если и здесь, даже через три дня после снегопада, прохожие проклинают власть, то что происходит на второстепенных дорогах, страшно даже представить. Алексей Домнин, Руслан Павлухин, Шестой канал. Владимирец сделал тату с QR-кодом. По его словам, нанести рисунок на кожу он мечтал давно. Наконец, придумал оригинальное решение. К сертификату о вакцинации отношения тату пока не имеет. Зачем нужна такая оригинальная татуировка и куда можно перейти с помощью кода на руке? Подробности узнала Маргарита Махрова. Александр Богоев – графический дизайнер, человек творческий. Рассказывает, что давно хотел нанести на кожу какое-нибудь оригинальное изображение или текст. Мечту исполнил, к идее подошел творчески. На руке теперь две татуировки. Одна из них в виде QR-кода. Если изображение отсканировать с помощью телефона, откроется персональный сайт. На нем можно разместить что угодно. Камеру навожу, она определяется. Перехожу по QR-коду. Александр рассказывает, что татуировка очень привлекает внимание. Я подумал, так, а как можно сделать так, чтобы я мог сам менять татуировку на любую, какую я захочу. И тут понял, что люди же все делают QR-коды. А я могу сделать QR-код, который можно просто, ну, любой, любую ссылку туда прикреплять. Соответственно, я купил себе сайт, за который я теперь каждый год буду платить 10-15 тысяч. Первый вопрос, когда люди видят у меня татус, они спрашивают, что это вакцина, вакцина. Я говорю, нет, но, в принципе, я могу сюда встроить и QR-код о вакцинации вполне. То есть, но это не первопричина, то есть, это не самое главное. Я хочу его больше использовать чисто для своих каких-то креативных идей. Да, была мысль так, что идешь на встречу с клиентом, там, показываешь свой проект. Он такой, вау, круто, и ты себя выделяешь среди остальных и, как бы, запоминаешься. То же самое при знакомстве, там, не знаю, с какими-то людьми, с девушками. Наносили татуировки около часа. Работать нужно было очень осторожно, чтобы QR-код считывался при сканировании. Изображение должно быть очень четким. Кстати, Александр подумал и о будущем, ведь со временем татуировка может потерять очертания. Или технология QR-кодов устареет. Что тогда? Не разукрасить, а приукрасить вокруг QR-кода что-нибудь сделать. Из-за разряда как будто микросхемы, что-нибудь футуристичное. А уже когда перестанет читаться, просто там закрашу, придумаю, как-то переиграю. По-любому, с креативными мыслями у меня, благо, проблем никаких нет. Кстати, креативным решением в прошлом году отличился еще один житель города Николай Михайлов. Он работник IT-сферы. Решил вживить под кожу светящийся чип. С его помощью можно управлять различными устройствами. При помощи смартфона открывается приложение. Открывайте приложение. Он у вас сверкает под кожей, да? Да. Приложение открыто. Открывается диалог со мной в мессенджере. Для чего это нужно? Это необычный способ обменяться контактами при знакомстве. Возможно, в будущем татуировки с QR-кодами и чипы перестанут удивлять людей. В любом случае, перед тем, как что-то себе вживить или нанести на кожу, нужно сто раз подумать и проконсультироваться со специалистами. Маргарита Махрова, 6 канал. А вы часто кого-то благодарите? В январе отмечается необычный праздник Международный день «Спасибо». Вежливую дату отмечают флешмобами и акциями. В нашем городе есть и целый проект, связанный с этим словом. О владимирцах, которые получили за «Спасибо» полмиллиона, расскажем далее. На всероссийском форуме «Выше крыши» в Петербурге владимирская команда выиграла грант от Росмолодежи. Проект развлекательно-благотворительный, называется «За спасибо». Появился в марте 2020-го. Суть проекта проста. Два человека соревнуются друг с другом, выполняют необычные задания. Проигравший перечисляет деньги на добрые дела. Победитель отвозит продуктовый набор нуждающемуся. Каждый сезон проекта организаторы собирают конкретную сумму для адресной помощи. Владимирцы отсняли уже шесть историй и смогли помочь не только людям. Во время последнего сезона организаторы и участники проекта поддержали приют для животных. Главная идея каждого выпуска – делать добро весело и просто за «Спасибо». Творческую благотворительность оценили и на форуме. Анна Богданова презентовала проект экспертам. И владимирцы получили 500 тысяч рублей. В наступившем 2022 году будут грант реализовывать. Естественно, большая часть грантов будет направлена на монтаж и на съемку. Мы очень переживаем перед этим событием, потому что отчетность бумаги. Думаем, что у нас все получится. И, естественно, нуждаемся в поддержке. Очень много в жизни можно сделать за «Спасибо», а не за бабло, не за какую-то выгоду, просто потому что мы можем. Это все, о чем мы успели вам рассказать к этому часу. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru. Если у вас есть интересная информация или поводы для встречи с нашими корреспондентами, звоните 366666. Мы обязательно вам поможем. Далее в нашей программе «Звездная кухня». На ней сегодня Евгений Глазов, режиссер Государственного Кремлевского дворца, народный артист России. А я на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь на 6-м канале.